Уважаемые товарищи, вопрос, который сегодня мы планируем рассмотреть, вносится на подобное совещание не впервые. В конце прошлого года или в начале этого мы подходили к этой проблеме. Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И опять же, абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех, с учетом уроков войны, определиться, какое оружие нам нужно будет для нынешней армии, нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. Как мне докладывает в очередной раз министр обороны, потому что мы на эту тему с ним постоянно разговаривали, и я от него требовал постоянно, смотри, смотри, вокруг, наблюдай, делай выводы. Уроки, уроки и еще раз уроки. И как мне было доложено, что уроки извлечены. И когда я задал вопрос, ну, а с позиции сегодняшнего дня тот разговор о вооружении белорусской армии, подходы изменились? Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы сегодня должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год. Это главный документ, который должны принять, который регламентирует вопросы поставок для наших вооруженных сил, вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна. Только что я говорил о Украине, которое, вот события в Украине наглядно показывают, что только войска, обладающие современным, высокоэффективным и обязательно нужным для нашей территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом, продовольствием, способны решать поставленные задачи. Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. И, естественно, опираться мы должны на отечественного производителя вооружения. Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками, разработки холдинга «ГАД», оптика производства «Пеллинга» и «Беломо», а также тягачи производства Минского завода колесных тягачей. Вот, казалось бы, ну что там, тягачи-тягачи, а без них сегодня никуда. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ну и электроника для нас тоже была одним из умных секторов экономики в советский период. И видите, как нам сегодня пригодилось. Хорошо, что все сохранили. Ракетный комплекс «Полонез», зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ» вообще красавец, показывает очень хорошую надежность и эффективность и ракеты к нему. Ручные гранатометы тоже очень актуальны. Стрелковое оружие, боеприпасы свидетельствуют о серьезном научно-производственном заделе нашего ОПК. Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет. Только, опять же, уроки современного конфликта в Украине нам бы тут не переборщить. С этими умнейшими технологиями надо понимать, кто служит у нас в вооруженных силах и будет служить. И никакая контрактная армия в этом плане нас не спасет. Все эффективно, что просто и надежно. Вот что самое главное. Сегодня в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы ТОР-М2, которые мы покупаем. Радиолокационные станции «Противник», «Сопка», «Восток», «Роса», комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза». Вооруженные силы получают легко бронированные автомобили «Кайман», модернизированные танки Т-72, обновляется парк авиационной техники. В строй поставлено и освоено около 30 современных летательных аппаратов разных типов. Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ-5 и прочее. Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо. Если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки, хорошее оружие. А что касается легко бронированных автомобилей «Кайман», тоже, помните, мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самое эффективное, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, но для этого нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух, для Беларуси это актуально, инфраструктура дорожная очень развита, чтобы в течение часа-двух они могли подойти к любому очагу, который разведка зафиксирует, и нанести удар. То есть очень подвижные должны быть части, и на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты хорошо, и прочее, прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные вооруженные силы, будь то Соединенные Штаты Америки или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы уничтожить за один-два часа всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть у этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность. Десять лет, наверное, тому назад я вас убедил в том, что надо идти этим путем. И как оказалось сегодня, мы оказались правы. Мы в этом плане выиграли. Пусть там 65-70 тысяч армия, ну, казалось бы, небольшая, но и немалая. Но она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз, как я говорил, свои вооруженные силы, свою армию. Я к чему это клоню? Нам надо опуститься на землю, успокоиться, понимать, что С-400... Ну, мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, который у нас есть. Он с Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий и крупных территорий, вот, допустим, как российское. Ну, а что нам видеть, что там в Берлине? Может быть, нам и не надо. Да и С-300, которыми вооружены достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника, мы ее видели и в этой операции очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он, ну, просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой. Искандеры – это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них искандеры. Они выводиться из Беларуси не будут. Они будут задействованы быть для обороны нашего пространства. Ну, и то, что у нас есть, и я думаю, для армии – это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планируем. Мы же реалисты, мы же понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковывать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и добалские, я не говорю же о прибалтийских государствах и практически Украину за Киев. Ну, я, не упаси Бога, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть. В рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, мы и дальше планируем их покупать, хорошие бронетранспортеры, 4 беспилотных авиационных комплекса, более 2000 противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления, войсками связи, капитально отремонтированы 10 летательных аппаратов. Еще один урок Украины. Связь, связь и еще раз связь. Без связи нет армии. Очень много вопросов было к средствам связи. Но это наша тема. И не дай Бог, даже в условиях мирного времени, на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части, у нас есть и системы подавления связи. И дай Бог, вы потеряете связь между своими подразделениями. Поэтому посмотрите на это. Без связи нет армии. Не надо никакое оружие. Ничего не нужно, если нет связи. На поддержание бронеспособности армии мы не жалеем средств. Но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Принципиальнейшее жесткое требование. Ну, давайте откровенно. Мы тогда, когда у вас были в центре стратегического планирования, ну вы помните, как мы замахнулись. Мы то купим, и там миллиарды. Сейчас посмотрели и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно. Что нужно иметь, я только что об этом говорил. Исходя из наших возможностей и исходя из тех условий, в которых нам придется воевать. Мы не собираемся ни на кого нападать. И это не Сирия, это не Ирак, это не открытая местность пустыня. А лесисто-болотистая местность, как часто военные называли эту территорию. Да, Беларусь территория сильно изменились после последней войны. Но тем не менее, добра, как леса и болот, рек, а это препятствие для любой армии, особенно агрессора, у нас этого добра хватает. Поэтому хочу услышать от присутствующих, какие основные направления оснащения вооруженных сил предусмотрены гособоронзаказом в текущем году. И насколько это соответствует тому, о чем я только что говорил. Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного. Я, премьер-министр, ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно. Вот Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там у нас еще были? Люди, которые занимаются ракетным производством России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца Искандера. Примерно. И полная была поддержка. При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед. Чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали этот Искандер. Это молодые ребята. Хотелось бы слышать ответ на этот вопрос, как продвигаемся. Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг. Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации. Ну и, к слову, мы знаем, что натовцы начали масштабное учение вдоль наших границ. И фейки, и рассуждения, и предположения появляются разные. Мы это не скрываем. Журналисты у меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ и проводят масштабное учение. Я не скрывал никогда и не скрываю, министру обороны, генштабу поставлена задача. Мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть, что, как вы говорите, на сопределе происходит. Пограничники очень много информации дают. Комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать. Но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники. Я говорю это откровенно, чтобы они понимали. И реагировать. Смысл внезапной этой проверки состоит в том, как я ставил задачу перед министром обороны, чтобы мы неожиданно вывели части, ну на случай войны. Вот представьте агрессия. Как она будет совершаться в западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. Поэтому и соответственно этим сценарием, если не дай бог так будет реализоваться событие, мы должны отвечать. Значит немедленно ставится подразделением частям задача, выдвинуться туда-туда, перекрыть дороги, перекрыть это направление вероятного движения противника. Так мы и действуем сегодня. И как будто вооруженные силы неплохо работают. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был затронут. И госсекретарь, как главный контролер от имени президента, тоже доложил, как он это видит. Спасибо.